Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители Карт-Таро. Давайте посмотрим грядущие перемены, что подарит вам судьба. Итак, смотрим, какие же тут грядущие перемены вас ждут. Так, очень интересно. Ну, во-первых, такой момент, что судьба вам подарит то, что вы просите. Долгий период времени и долгие годы богатства. То есть, если вы просите денег под Новый год и правильно, хотел сказать, монетизируете, материализуете свои какие-то мысли, то вы получите именно то, что вы хотите. То есть, определитесь со своим выбором, что вы выбираете жизнь с деньгами, вы выбираете жизнь в изобилии. То есть, четко определяйте свои какие-то мысли. Так, смотрим дальше. Непредсказуемое поведение со стороны партнера. То есть, ваш мужчина, как черт из табакерки, будет выскакивать постоянно и что-то придумывать новое. Заводить разные соцсети, писать вас разных аккаунтов. У него голова на бекрень, и он не может успокоиться по поводу вашего молчания. Новый дом, новый дом, новую семью подарит вам судьба, да, ребенка, брак, секс. И об этом будут разговоры. То есть, партнер вам будет об этом говорить. Что еще здесь подарит судьба? Какие-то новые знания, связанные с работой. И это будут какие-то ключевые знания. То есть, вот, может быть, вы получите какие-то способности от, допустим, своих родственников, да. То есть, бывает, например, кто-то в роду обладает способностями, он умирает, и эти способности переходят к кому-то. То есть, вы здесь получаете новые знания, такие ключевые, серьезные, связанные с работой. Будет очень сильное движение в плане здоровья, изменения. Такие судьбоносные, сильные, мощные. И еще ваш партнер, сильный, мощный, надежный, будет строить с вами уже серьезные отношения без обиждерства. Так, какие-то будут у вас легкие сомнения, связанные с тем, как убрать какие-то препятствия жизненные, да. То есть, у вас будут какие-то мысли такие летать. Или, я бы сказала, это, знаете, больше похоже на ночные сны какие-то, да, эмоции, которые вам будут передаваться. Как избавиться от проблем и препятствий, как преодолеть их. Эти проблемы и препятствия, связанные с вашей молодостью, красотой. То есть, тайное счастье, удачу, возможности. Как продержаться тут вишенкой на торте долго, как остановить, допустим, старость или там остановить набор веса, у кого что. То есть, вам дадут такие знания, такие подсказки. Так, смотрите, вы будете наблюдать за кем-то, у кого будет уходить красота и молодость. Как-то вы или себя сравниваете с кем-то, да, или будете наблюдать за чем-то, или получите какие-то знания, по какой причине, например, увидает молодость, красота, да. Ну, что-то вот такое. Кто-то из ваших знакомых, кто намного вас моложе, будет терять вот эту вот красоту и молодость. Что-то вы такую какую-то информацию получите. Так, смотрите, здесь судьбоносная любовь, которая связана с простым пониманием, да. То есть, что такое счастье, что такое любовь, для чего она дана, что это партнеры судьбоносные, что здесь усиливается его чувство по отношению к вам, по причине чего, да. То есть, они вам тут будут давать возможности. Получите определенные знания, мудрость. Здесь закончится какая-то суета, переживания, мышинная возня. Это будет связано с какой-то потерей, причем на долгий период времени. И это будут, конечно, медленные события. Вы медленно идете к браку, семье. При этом, смотрите, здесь будет происходить какая-то такая интересная трансформация, да. Браку семьи вы придете, если вы продержите очень долгую паузу в отношениях. Вы для партнера мечта, звезда, холодная, отстраненная, снежная королева. Партнер завис на этих отношениях. Он ласковый, верный, надежный. Вы можете паузу держать сколько угодно. Он будет сидеть и ждать, проходить трансформацию. Так, рост, который вы рассчитываете, вам как-то будет показывать через призму страхов и сомнений, да. То есть вы в чем-то сомневаетесь, что, например, будет рост финансовый, рост карьерный. Но вам оставляют такую щелку, чтобы вы через эти сомнения все-таки разобрались в себе, да. И сомнения связаны с какой-то хитростью, обманом. То есть вам, может быть, будут подсказывать какие-то советы, как надо быть хитрой, умной, продуманной в партнерских отношениях. Не такое, что вы рубаха-парень, открываете всю себя наизнанку партнеру, а что вы должны быть такая хитрая, закрытая, уплывающая, какая-то воздушная, да, чтобы партнер переживал и не спал ночами. То есть вот эти вот моменты какие-то здесь вот будут у вас по судьбе. Затем мы сейчас рассмотрим повнимательнее, что они тут хотят вам рассказать. Может быть, получается такая ситуация, что когда вы одна, и у вас нету какой-то опоры, да, и вы сомневаетесь в помощи высших сил. А слышат ли они пас? А почему вот они вам, допустим, не дают нормального мужчину? А почему, например, они могут отобрать того мужчину, которого вы любите? Я вообще как бы по жизни сделала такие выводы, что нельзя вообще никого идеализировать и безмерно любить, потому что высшие силы это отберут. То есть надо любить себя любимым. Итак, смотрим грядущие перемены, да, которые вам подарит судьба. Поподробнее мы это будем рассматривать. Вот как бы разные колоды карты, они дополняют друг друга, показывая, да, развитие ситуации. Так, есть у вас определенные знания. Вы умеете круто ссориться, скандалить, держать мужчину на коротком поводке. Ваша тайна связана с тем, что вы давно живете одна. Знаете себе цену, сама себя обеспечиваете, сама себя сделали. Можете заниматься бизнесом. Знаете себе реально цену. Умейте наблюдать за людьми и наблюдать, как мужчины бесятся, да. Что их бесит, что их раздражает и как играть у них на нервах. Ну, такая профессиональная стерва. Так, благодаря этому мужчины считают, что вы такая королева их сердца. Они стараются быть верными, надежными, любящими, ласковыми. Пытаются привлечь к себе внимание. Здесь будет встреча и решение о свадьбе. Благодаря этому, да. То есть партнер-собственник потерять вас не хочет. Вы его талисман, который ему приносит успех и удачу. Даже если вы находитесь в отношениях с другим мужчиной, мужчина этот будет добиваться и преодолевать препятствия в любом случае. Здесь очень сильная флотоническая привязанность к вам. Он за вами следит, наблюдает, ревнует, психует, злится. Именно в вашей холодности, да. Чтобы к нему остыли. И совершенно не обращайте на него внимания. Так. Вам придется здесь делать какой-то выбор. Этот выбор связан с тем, что вы будете зеркалить этого партнера. Четко материализовать свои какие-то мысли. Партнер за долгий период времени попал в плен чувства отношений и эмоций. Здесь, знаете, с вашей стороны, ну, какая-то влюбленность к партнеру присутствует. А у него очень зависимое отношение благодаря магическим воздействиям. То есть вы, наверное, уже от безысходности все-таки применяли какую-то магию. Пока мы к этой теме подошли. Очень много передач на телевидении про вот эти вот ритуалы, которые, я бы сказала, псевдомагия заставляет делать самих клиентов. Да, пойди туда, прочитай то, сделай то, встань на перекресток и так далее. Заводит людей в тупик по поводу того, что они не в договоре с высшими силами и не имеют не то, что права, а не имеют той силы, которую имеют специалисты. И если такие вот псевдомагии заставляют делать такие вещи, а за это берут деньги, надо напрягаться, что это мошенничество. Не знаю, почему по телевидению именно так пропагандируют нашу работу. То есть если маг берется работать, он вас не привлекает в магические ритуалы. То есть вы можете получить сильнейший откат, который иногда заканчивается летальным исходом. Это так. Маленькое отступление по поводу вот здесь магического воздействия. Смотрите, почему вы здесь пытались навести какую-то магию? Потому что мужчина очень такой эгоистичный, любит себя любимого, да. И он пытается бороться за то, чтобы вы были с ним. Мужчина привлекательный, интересный, такой, знаете, спортивного телосложения. Может любить лошадей, там езду на лошадях. Может быть, хороший экстерьер. Но вот здесь вот даже карты говорят о том, что ему не даны вот эти знания, которые даны вам. Но он точно знает, что вы его судьба. То есть вот эти вот, может быть, заговоры, которые, допустим, нужно читать. Это нужно скрывать, не показывать. И делать это для того, чтобы направлять или перенаправлять вашу судьбу. Так, о чем вас предупреждают в высшие силы? О том, что общение, которое он вам все этот период времени давал, мужчина скрывает свое истинное лицо. Он может себя выдавать за другого человека. Он может общаться с несколькими женщинами. Он может всем писать одно и то же о любви, браке, семье. И это было такое его развлечение, я бы сказала, по жизни. На данном этапе, когда вы бездействуете в его сторону, договорившись с высшими силами о том, что в результате эти отношения, они возродятся, но все будет по-другому, партнер разочарованный пытается до вас достучаться. И долгое время, которое у вас будет, пауза, она приведет к тому, что он начнет уже молить все высшие силы, чтобы вы были с ним в серьезных отношениях, браке, семье. Потому что вот это молчание, оно его просто добьет. У него будет очень тяжелая трансформация. Мужчина может быть сильный, мощный, не привык, чтобы ему отказывали. Вот это его очень сильно зацепит. Вот ваши скандалы и ссоры, то есть вы знаете себе цену и на каком-то этапе начали его бортовать. Оно как раз сначала как игра была, а потом вы просто украли его сердце. Так, здесь может быть был поставлен какой-то крадник на отношения. Здесь могла быть работа на смягчение партнера. И вот этот бумеранг, который сейчас получает партнер, вы прекрасно чувствуете, да, по энергии на своей, на хате, как он бесится, психует и сходит с ума. Или вам сны снятся на эту тему. Злится он, знаете, чему? Что вы им четко манипулируете. Он этому злится. Он хочет выяснить ситуацию. У него какое-то пошло резкое финансовое обнищание. То есть пока он плетет паутину, может быть, вымогает у кого-то деньги, удача у него просто ушла. И он ждет, когда удача вернется к нему. То есть яркие эмоции, отношения. Здесь безумно человек завидует вашей силе воли, что вы к нему не стучитесь. Что вы очень такая сильная соперница в плане того, что вы его подавили. То есть вы над ним давлеете. Легкие деньги, которые он получал со всех сторон, они у него схлопнулись. То есть все перекрыто и закрыто. То есть вы ему поставили или крадник на его канал, или перекрыли ему все пути. Безумная ревность в вашу сторону. Поэтому он вам там поет песни, потому что вы ангел-хранитель в его отношениях. И именно вы стимулировали его финансы, которые к нему ушли. Он попал в кандалы, может быть, каких-то долговых обязательств. А может быть того, что он безумно вас любит. Очень сильно обижается. Что вы такая свободолюбивая. Ему сейчас ничего не понятно, кто занял его место. Понимает, что вы находитесь в выборе. Очень много иллюзий у него, фантазии. Но он о вас очень хорошо думает. Потому что вы ему давали такие вкусные эмоции. Если он выпьет, у него все мысли только о вас. Как у вас будет счастливое отношение. Ему кажется, что кто-то сделал какую-то магию, чтобы вы расстались. То есть кто-то намагичил. Очень много разговоров о том, что он болезненно воспринимает разрыв с вами. И не хочет отступиться. Я бы сказала, что в его семье есть тайные магические знания. Семья может быть богатая, звездная. Живет там, не знаю, в каком-нибудь своем огромном доме. И такое богатство можно приобрести только благодаря магическим знаниям. Все его желание занять пост отца. Пост, должность, звание, бизнес. Он об этом только мечтает. И он, кстати, хорошо двигался, пока вы были в отношениях. А сейчас у него разрушается финансовая стабильность по всему миру. Именно из-за того, что ваша любовь, как бы, ну, вы отобрали у него это чувство. Не стали его кормить энергетикой. У него растет чувство, любовь, да. Он вынашивает эти мысли. Хотя понимает, что пока все как-то бесплодно. То есть достучаться до вас он не может. В душе маленький ребенок. Не понимает вообще, как надо принимать какие-то решения. Ему тяжело. Его душит жаб. Он очень сильно скучает, тоскует. Ему иногда кажется, что вот вы доверяете больше там тарологам или раскладам картам таро. Поэтому вы ему не верите, обмануть не получается. Что он хочет? Он хочет вернуть все обратно. Он хочет опять дать, попытаться. Начать делать подарки. Прислать вам обручальное кольцо. Или, например, огромное количество подарков. Вернуть поездку, чтобы вы все-таки встретились. Или он приехал снова. То есть вот он отматывает вот это все. Если бы это состоялось, он считает, то все пошло бы по-другому. Так он думает, что ваша любовь умерла. Переживает из-за этого. Платонические чувства у него как бы растут. Он ничего с собой сделать не может. Так. И смотрите, здесь высшие силы говорят о том, что мужчина силен в плане написания. То есть компонсирует мозги женщинам. Мужчина может работать с документами. Мужчина может быть, я не знаю, банкиром. Он может именно заниматься тем, что он пишет что-то. Здесь идет такой момент, что он свой эгоизм должен преодолеть. И для этого вам ничего не нужно делать. То есть если какую-то магию, например, вы заказываете или будете заказывать, несмотря на ваши сомнения и переживания, то вы получите определенный ответ и определенные какие-то результаты. Здесь очень сильная привязка. Все стоит на месте, не двигается. Кстати, здесь хорошо бы сработал приворот этих отношений для того, чтобы партнер двигался. Он сам себя ругает, что морочил вам голову, что играл в отношения. И теперь вы ему совершенно не доверяете и закрываете все дороги. И ему безумно страшно, что теперь он свою вот эту вот энергетику, которую получал в качестве конфликтов, ссор и так далее, он не получит никогда. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.